Добрый день, дорогие мои друзья, добрый день, подписчики мои. Сегодня, находясь в этом великолепном парке, осеннем парке, где огромное количество расцвело цветов, и я приехала, меня пригласили провести мастер-класс для родителей детей, я хотела бы поговорить о травмах. Одна из травм, которую я только что блоком рассматривала на Инстаграме, это травма отвержения, когда или мы были отвергнуты, или мы отвергли, или мы что-то не приняли. Это одна из самых тяжелейших травм, когда человек настолько испытывает боль, что он надевает маску беглеца, и он сбегает от того, чтобы посмотреть во внутренний мир и в конце концов позволить единожды этой ране, ране отвержения. Мы будем дальше говорить о таких ранах, как покинутость, несправедливость, о таких ранах, как... мы их чуть-чуть позже рассмотрим. Вот сейчас очень важно исцелить травму отверженности, травму сопротивления. Каждый из нас получал по-разному. Где-то вас уволили с работы незаслуженно, и вы испытали или отверженность, или несправедливость. Где-то, может быть, мама не повела себя так, как вы себя ожидали и отвергла. Теперь вы, может быть, отвергаете. И гуляя в этом парке, я и хочу привести вас к такому месту, где исцеление возможно. Исцеление возможно вот именно в таких местах. Поэтому если вы испытываете боль, то, конечно, идеально это работать со специалистом, который поможет вам избавиться от этой боли и осознать её, потому что исцеление начинается именно с осознания. Но вот именно в таких местах, когда наше сердце открывается к красоте, а любовь и красота не очень близки. На сегодняшний день нет дефицита любви. Любовь, она повсюду, и Божья любовь, она проникает в сердца, и именно она исцеляет сердца. И находясь в этой красоте, я хотела бы именно уделить внимание осознанию этой красоты. Когда наши глаза видят эту красоту. Вот смотрите, какие красивые розы. Когда наше сознание замечает эту красоту, мы можем остановиться и наполниться этой красотой. И позволить красоте проникнуть в своё сердце и впустить в самый корень наши проблемы или наши травмы. Осознать, да, я отвержена, да, я отвергала. Я отвергала, потому что была отвержена, отвержена, потому что отвергала. Это замкнутый круг, и мы пришли на эту землю исцелить эту раму. И мы выбрали тех родителей, которые помогут нам эту рану исцелить. И мы выбрали именно ту страну, в которой исцеление этой раны возможно. Поэтому наблюдая за вот этой красотой, и понимая эту красоту, и впуская, и останавливаясь, вот просто остановиться и впустить эту красоту. И осознать, что вы готовы отпустить потребность отвергать. Всё начинается первое с осознания. Да, меня отвергали, я отвергала. Да, я сопротивлялась. Отвержение на самом деле это сопротивление. Сопротивление любви. Когда мы сопротивляемся любви, у нас появляется страх, а страх он нас сдавливает. И мы становимся маленькими, внутренними, неполноценными, с чувством ущербности. И вот когда мы это осознаём, и мы это понимаем, у нас есть возможность остановиться и сказать, доколе я буду отвергать, доколе я буду бежать от этой раны, я готов исцелиться. И мы открываем свои объятия и приглашаем Божественную Любовь, ложим руку на сердце и впускаем свет Божьей Любви. И отпускаем осознанно потребность отвергать и быть отверженным. Отпускаем эту потребность. Какую выгоду человек имеет, когда он отвергает? Он может сказать, мир несправедлив, мир не защищает меня, родители мои несправедливы. То есть он подпитывает какую-то историю, которая помогает ему подпитывать травма отвержения и маска беглеца. Отчего ты сбегаешь? Каким образом ты конфликтуешься со своим внутренним миром? Каким образом это отвержение происходит внутри тебя? Я приглашаю тебя на исцеление. Исцеление, может быть, ты будешь первым в роду, кто переживет это исцеление. Может быть, ты будешь первым, кто позволит Божьей Любви проникнуть и покрыть рану исцеления. Не просто ее подавить, не просто ее перенести куда-то, а именно исцелить. Именно осознать, что мне необходимо исцеление. Я готов исцеляться. Я готов выйти на арену исцеления. Я готов выйти из тех, кто смотрит, как другие исцеляются. Выйти туда, где я приму это исцеление. Я откроюсь этому исцелению. Исцеляет Любовь Божья. Именно она проникает в глубину и разрывает вот эти оковы родовой программы. На днях я работала с девушкой. Ее мама била собачьим кнутом. Она христианка. Она считала, что она таким образом свою дочь исцеляет от греха. Она таким образом исцеляет от дьявола, изгоняет. И вот эта девочка выросла. Она выросла ей 27 лет. И она не удовлетворена ни семейной жизнью, ни собою. Вроде как и всё хорошо, но в то же время она чувствует, как внутри неё есть какая-то боль, которую она даже не может объяснить. Она просто говорит, что периодически находит какое-то чувство уныния, тоски, чувство какой-то неполноценности и говорит, а что не бывает. И когда я начала её вести в глубины её подсознания, мы обнаружили, вспомнили ту травму, которую она тщательно похоронила внутри себя, она тщательно подавила тот детский, ту детскую несправедливость, и отверженность, и несправедливость. И Дух Святой, Божий Дух помог ей принести исцеление в первую очередь в душу. Мы приносим прощение не ради других. Мы приносим прощение в свою душу ради себя. Нам важно исцеление для себя. Мы принимаем исцеление для себя. Мы принимаем исцеление именно для того, чтобы нам самим получить исцеление и быть свободными. Готов ли ты принять исцеление? Готов ли ты отработать? Я показываю такие красивые места в парке, чтобы ты открылся этой красоте. И эта красота вошла в твоё сердце, и ты захотел красоты больше всего на свете. Знаете, как я говорю, баста, хватит уродливости быть в моей жизни Баста, хватит уродству, беглости, сопротивлению быть в моей жизни Мои бабушки так страдали, мои мамы так страдали Я больше не хочу, я хочу на этом остановить эту программу И отверженности, и несправедливости, и покинутости Божья любовь, это ответ на твои вопросы, которые есть в твоей жизни И я сейчас соединяю с тобой веру, что у тебя получится, ты сможешь И приходи ко мне, мы будем вместе ее исцелять Каждое утро мы проводим занятия, где мы впускаем Божью любовь И в том числе принимаем исцеление Ты с нами?